битковые и вообще криптовалюты. Я это называю сейчас высоко рискованным, высоко спекулятивным финансовым инструментом, который, как многие финансовые инструменты, это как то же самое золото, или как деньги, денежная единица каких-либо стран опирается на доверие. Вот у нас есть доллар и евро, английский фунт швейцарский франк, которому мы доверяем. И мы готовы их покупать, готовы их держать и понимаем, что валюта. А есть, не знаю, какой-нибудь там зимбабвийский доллар или есть венесуэльский, не знаю, как он там называется, боливар, который мы с вами не согласимся покупать ни при каких остальных. Мы понимаем, что за ним вообще ничего нет и ненадёжная валюта. Поэтому биткоин — это финансовый инструмент, который опирается на доверие уже достаточно большой группы людей, насколько я понимаю, там держатели биткоинов и держатели криптовалют, но уже где-то там за 50 миллионов перевалил. Да, и вот есть люди, которые верят, что этот инструмент позволяет сохранять стоимость. И что он может выступить противовесом, то, что называется фиатным валютам, вот тем самым валютам, про которые я говорил. В принципе, в моей голове, я с вас беру пример, начал кашли. Я прошу прощения. Я не его нормально, вы меня заразили через это самое, через когда вирус дошло до меня. Вот в моей голове, в моей концепции биткоин — это, условно говоря, такое технологическое золото. И по большому счёту, если у вас будет брусок золота, то вы ничего полезного с ним сделать не можете. То есть вы, конечно, можете его переплавить в ювелирное украшение, но вот это уже другая история. Вот вы его можете... У него есть ценность, ровно потому, что другие люди верят, что в брусоке золото есть ценность. Вот то же самое биткоин. Ну, я как бы с этим согласен, но это с вашей точки зрения является проблемой или нет. Просто мои зрители, на самом деле, очень просили с вами поговорить на эту тему. Проблемой чего? Ну вот если послушать Сергея... Если послушать Гуриева, то он вообще резко против настроенного биткоина, говорит, что это вообще выдумки и такая форма пирамиды. Пирамиды это или устойчивые финансовые инструменты золота 21 века, мы с вами узнаем лет через 20. И вот, условно говоря, я не знаю будущего, я не могу его показать. И я... Ну, знаете, как это там спрашивают блондинку, что можно ли встретить в Москве динозавра. 50 на 50. 50 на 50. Да, то есть вот то же самое с биткоином. Мое, что называется, имхо, да, субъективное мнение, оно состоит в том, что я не знаю будущего биткоина. И это может оказаться полным пшиком, а может оказаться золотом 21 века. Ну, в дополнение к комментарию про золото 21 века, у него все-таки есть уникальное качество, которого нету золота. Это же полная недосягаемость, с одной стороны, для конфискации, на самом деле, и такое эфемерное присутствие в любой точке мира, в любой нужный момент. То есть пересечение ценности, пересечение национальных границ этой ценности упрощено по сравнению с золотом значительно. Я же сказал, что это золото 21 века, да, и в этом отношении, конечно, многие технологические проблемы, в том числе перемещение, они устроены эффективно и позволяют, невзирая на границы, невзирая на любые валютные ограничения, передавать это золото из страны в страну, от человека в человека, от компании в компании. Насчет невозможности конфискации, ну, это вы расскажите кому-нибудь другому, как там в нашей Америке, это случается время от времени, да, и там в других странах могут арестовать и забрать ваши биткоины, конфисковать их. Вот, ну, то есть это точно совершенно... Смотрите, если мы с вами договариваемся, что биткоин — это юридическая реальность, да, и это тот же, значит, тот же класс активов, ну, я не знаю, там, смотрите, американская ФРС требует от всех американских налогоплательщиков, ФРС, служба внутренних доходов, требует, чтобы вы декларировали свои операции с криптовалютой. Да, то есть, и при этом, будучи, там, если вы хотите купить, там, биткоин на Coinbase, например, да, то от вас потребуют идентификацию. То есть вы должны показать, туда отдать свои водительские права, скан послать, они подтвердят, то есть и вы становитесь, ну, держателем какого-то финансового актива, который на самом деле уже американская налоговая служба признаёт легальным. Да, соответственно, дальше вы с ним платите налоги, если продаёте, и так далее. То есть это финансовый инструмент, который уже признаётся государством как финансовый инструмент. Ну и, соответственно, в такой конструкции его можно конфисковать, потому что, в принципе, американская налоговая служба, она знает, сколько у вас биткоина. Я согласен вот со всей той логикой, которую вы описали с Coinbase, но особенность заключается в том, что настолько легко замести следы, что, да, однажды зарегистрировавшись в Coinbase, ты их покупаешь, ты это декларируешь, государство об этом узнаёт, и потом пропускает через довольно простую систему CoinMixers или буквально анонимных валют типа Monero, следы теряются навсегда. Смотрите, Михаил, мы сейчас говорим про другое. Я сказал, что вы сказали, что их нельзя конфисковать. Значит, вот там, вы американский резидент, вы добросовестно задекларировали свои биткоины, купили там 10 биткоинов и сказали, что они у вас есть. Да? И после этого осуществили вот все эти махинации, которые вы сказали, и там, не знаю, куда-то их увели. Против вас начинается какой-то там гражданский иск в Америке, да? И там вам выкатываются за что-то, за какую-то вашу бизнес-деятельность, штрафы. И к вам приходит судья и говорит, окей, господин Светов, вот вам штраф, не знаю, там 10 биткоинов по 40 тысяч долларов, или сколько он там, ну, там, не знаю, 500 тысяч долларов, вы должны заплатить штрафы. Вы говорите, нету? Вы вот АРСу показали, что у вас есть? Показали. У вас их нету? Вы АРСу не задекларировали, что вы их отдали, продали, подарили? Молодой человек, мы вам к вашему штрафу теперь добавляем уголовные наказания за уклонение от налогов. Поэтому насчет, вот знаете как, либо мы живем в легальном пространстве, и вот я понимаю, что можно пытаться играть с государством в прятки, в зависимости от того, насколько квалифицированное государство и насколько оно хочет вас достать. То есть, в принципе, можно, но нужно хорошо понимать, что если мы с вами верим в будущее биткоина, то нужно быть готовым к тому, что вот эти игры в наперстке с государством не проходят. Если это станет золотом 21 века, его можно будет конфисковывать. Окей, спасибо большое. Несколько однотипных вопросов просто зачитаю. Добрый день, Сергей. Вопрос по криптовалютам. Скажите, не думаете ли вы, что претензии современных экономистов, мол, что они не являются нормальным платежным средством некорректно, потому что они были или уже стали? Потому что они были, потому что они бы им уже стали, если бы не добровольные запреты на использование криптовалют в качестве платежного средства. Так если проблема не в крипте, а в государствах. Но здесь мы с Сергеем согласились. Сергей, собственно, и не отрицал, что это уже платежное средство уже признаётся правительством США. Михаил, смотрите, давайте, вот я не случайно сказал изначально, да, что я считаю, что это средство накопления, да, средство сбережения стоимости. Как средство платежа технически, ну, в принципе, там многие компании уже там объявляют, что они принимают платежи в криптовалютах, но не во всех там, в каких-то там, биткоинах, например. Да, и никто им не может этого дела запретить. Другое дело, что, первое, это не очень удобно, да, потому что транзакционные издержки на криптовалюту достаточно велики, и это не сразу делает транзакция, она там занимает, там, на основе с биткоином, сколько-то времени на подтверждение. А дальше, ну, очень велика вероятность того, что либо пользователь, либо покупатель сильно потеряют за то время, вот, знаете, мы сейчас с вами сделали сделку, а через 10 минут там курс либо вырос на 20%, либо упал на 20%, и кто-то из нас либо выиграет, либо потеряет. Поэтому мне кажется, что вот как раз главным препятствием, почему криптовалюты не используются как средство платежа, это вот слишком высокая волатильность курсов, да, и это сдернуло в том числе и Тесла, да. Помните, как она сказала, мы берем там биткоины, потому что в тот момент, когда там Маск говорил, что нужно всем покупать, и курс биткоина рос, да, стоило там биткоину упасть на 20%, Тесла сказала, не-не-не, все, хватит, мы уже потеряли достаточно, больше не хотим. Вот и все. Ну, в целом, на данный момент я согласен, технология блокчейна, она гораздо перспективнее, чем те инструменты финансовые, которые она позволяет, которые уже созданы на ее основе, и проблема того, что сегодня называется волатильность, закрепление ценности на долгосрочную перспективу, решается смарт-контрактами, это вопрос там 10-20 лет. Ну, проблема волатильности решается доверием. Вот когда биткоину или криптовалютам будут верить не 50 миллионов, а 500 миллионов, вот тогда волатильность будет там не 30%, а 3%. Есть просто техническое, техническое решение проблемы волатильности, но это действительно не тема для нашего эфира. Я с вами не соглашусь, но пропустим. Давайте. You have one old message Tuesday 5, 14, 8 a.m.